Что за вопрос? У нас нет его в коробке. Боюсь, непорядочных людей. Мне этот человек нужен. Здравствуйте. Что вы говорите? А вы что ко мне, рука прикладка применяет? Нет, я вас спрашиваю. СМИ, законный порядок. Только вас вспомнили, вот тут как тут. Прямой, значит, в курсе. Значит, я правозащитник и блогер, и мы уже год как ведем свою деятельность по защите прав и свобод на территории города Сургута, и не только в Сургуте, удалось в Екатеринбурге еще правозащитную деятельность в связи с вынужденным путешествием. Дело в том, что дверь в мою квартиру до сих пор стоит в сторонке, и угрожает не только здоровью и психическому состоянию, меня и моего отца, но и других людей, в том числе соседей и в том числе детей. Дверь эта была вынесена 13 марта в этом году сотрудниками полиции, возглавлял которых бабушкин Антон Владимирович. Вот я вижу, его отец сидит за стеклом. Кстати, почему-то мэр нашего города назначил его советником по безопасности. Дело в том, что год назад, 25 сентября, они проникли в мою квартиру по фальшивому постановлению, которое не относится к жилым помещениям. Мы это все обжаловали. Это позволение сегодня, да, сейчас обсуждается, да? Сейчас, подождите. Не перебивайте, пожалуйста. Я вас не перебиваю. Я сейчас, я справлюсь, не беспокойтесь. Спасибо. Мы проникли по фальшивому постановлению. Когда мы начали все это обжаловать и требовать обратно наши вещи, не только мои, но и моих соратников, то есть пострадало как минимум 6 человек. 13 марта я подал иск в суд на МВД, тогда еще Рохов был. Через 7 часов пришла полиция во главе с Бабушкиным и Аман Замал дверь в мою квартиру. А можно я вас не перебиваю, просто хочу уточнить, чтобы мы понимали, о чем речь идет. Вы хотите задать какой-то вопрос или хотите, чтобы то, что вас беспокоит, узнало большое количество людей? И оба варианта нормальны. Но только нам скажите, что нам ожидать. Вопрос? Вопрос будет или не будет? Мы просто рассказываем. Когда в Агастру будьте на виду порядок. Хорошо, пожалуйста, задайте. Я задаю, когда восстановят дверь в мою квартиру, потому что она до сих пор стоит неопечатанная. Это как у нас так полиция работает? Заходит без протоколов, без понятых? Вы мне задаете вопрос? Ну естественно, а кто? Нет, это неестественно. Я задавал все эти вопросы. Это неестественно. Я губернатором работаю. Хорошо. Более 600 обращений в прокуратуру, в Следственный комитет на всех уровнях. И только в Сургуте. Нужны и хантоматисты, и генеральную прокуратуру. А что губернатор это должна сделать? Хорошо. Навести порядок. Правильно ли я вас понимаю, что вы сейчас, рассказав об этом инциденте, просите меня, как руководителя региона, обратиться в соответствующие структуры нашего государства, защищающие права и свободы, и законные интересы граждан. А в ваших интересах. Я правильно понимаю? Не только в моих. Ну, вы задали вопрос, я его комментирую. Это вопрос общественной безопасности. Я правильно вас понимаю? Ну вот теперь да. Теперь да. Хорошо. Я принимаю вам внимание то, о чем вы говорите. Пожалуйста, если можно, две минуты потратить письменное. Изложите это, и я на основании вашей информации скажу. Вся информация, более пяти тысяч страниц. Мне не нужна информация, мне нужно письменное обращение гражданина. Я, к сожалению, по закону... Вся информация доступна в ВКонтакте, в Сургутинадзор. Все видят, более 100 видео, более пяти тысяч страниц. Мне не нужно видео. Мне нужно короткое ваше заявление о том, что вы считаете, повторяю еще раз, я должна работать в соответствии с законом об обращении граждан. Мне там все расписано, понимаете, другой гражданин выйдет и скажет, вы нарушили мои права, пытаясь, типа, защитить права Антона Булгакова. Поэтому я вас и очень прошу. Вот Екатерина, она умеет писать жалобы профессионально. Вы вместе с ней напишите, и я вам отчитаюсь, что я сделала в связи с вашим заявлением. Я думаю, что я самостоятельно справлюсь. Благодарствую. Ну, как хотите. Все-таки больше хотелось всем вам рассказать, сургутяне, и это удалось Антону. Действительно, бывают всякие случаи и события в жизни людей, в том числе и те, которые люди расценивают как нарушение их прав. Не всегда суды, прокуратура, прокуратные органы соглашаются с такой оценкой событий. Но для этого существуют законные процедуры, это суды. Я не пытаюсь отмахиваться от этого вопроса. Напомню, еще раз у нас с вами здесь работал по региону Совет по защите прав человека при президенте Российской Федерации в Нижнегартовске, в Сургуте, в Антемансийске, в Невчугарске. Мы провели огромное количество встреч, приняли огромное количество людей. То есть никто не закрывается, никто никуда никого не выкидывает. Те вопросы воспринимаются как те, которые имеют право на жизнь и в этой связи должны быть так или иначе разрешены. Спасибо за внимание. И девочки. Да, добрый вечер. Здравствуйте. За свои действия и поступки не хотите извиниться? Вот кто такой. Антон Николаевич Булгак. И что? Не помните меня? Я еще раз повторяю, все 55 лет я помню все, что заодно. Вы говорили, что у меня в рюкзаке динамит. Что? Что я, возможно, террорист. Если мне бороду приклеить. Вот я сейчас бороду, я похож на террорист? И что? Да, вижу, что он. Особь женского пола. По внешним признакам так и есть. Мои требования, законы. Еще раз говорю, вы обязаны. Я вам не обязан номер закона в интернете читать. Нет, не обязаны. Не обязан. Вы обязаны знать. Я не виноват. Это не ваше дело, кому я блядь проивал. Вас-то какое это дело касается, да? Я не виноват. Который внешний по поршнему городу приклеит, он по ориентировке подсудит. Ваша точка будет жена на кухне выполнять, понимаете? Почему они прошли сюда недосмотренную миф? Что у него в сумке? Что у него в сумке? Динамит у него там лежит, он сейчас торвет на свет. Он лечит до пенсии три года. Если мне бороду приклеить. Вот я сейчас бороду, я похож на террориста? Я не виноват. Я не виноват. Я с вами лично разговариваю. Он выключен? Он выключен? Нет. Да. Вы боитесь телефона? Нет. А в чем дело? В прошлый раз виноват. Я боюсь непорядочных людей. А в чем мы? Вы хотите сказать, что я непорядочный? Извернут. Вы хотите сказать, что я непорядочный? До свидания. Все на видео есть? Пусть будет. Пусть будет. До свидания. Всего хорошего. А Руслан Кондрашов здесь где-то был? Руслан Кондрашов здесь был? Вы здесь сидите. Начальник новой полиции. Вы с ним разговаривали? Здравствуйте. Вы его не видели? Он здесь? Я видел его в Захаре. Вот это что? Я сказал, первый вариант. Мы будем рассматривать вот то, что вот это. Вы говорите, что второго варианта не должно быть. Я не говорю, ни первый, ни второй вариант мне вообще не беспокоит. Сколько вариантов? Рассматриваю. Я обращаю ваше внимание. А. Вы сейчас в условиях неправовых и коррупционных находитесь. Это по факту. Вот Антон ушел, а вообще-то для него целая вообще дорога. Второе. А, отлично. Да, вот все записано. Все ходы записано. Вот. Второе, на что обращаю внимание. Пожалуйста. Сейчас, одну минуту, давайте закончим эту тему. Или вы знаете ответ на этот вопрос? Что за вопрос? У нас нет его в коробке. Что за вопрос? У нас нет его в коробке. Нет. В Сургуте в полиции в течение полугода действовала семья в составе из трех человек, то есть по фамилии Бабушкина. То есть родственники в очень близких отношениях, по сути, создали мафиозный клан в полиции города Сургута. И когда я об этом говорил полгода, меня никто не слушал. До тех пор, пока Бабушкин-младший не начал распускать руки на улице из-за того, что он сам заклеил свои номера. Вот к чему это приводит. Это я о чем? Я о том, что Бабушкин-старший, Владимир Анатольевич, который был в Рио, начальника полиции, это его отец. То есть отец, сын и их мать, которая в отделе кадров работала. То есть это вот такой семейный клан, который работал. Вы говорите, у нас нет коррупции. А что это, если это не коррупция? У меня есть документы, доказывающие, что это, на самом деле, они это называют конфликт интересов. То есть факт состоялся. Бабушкин Анатолий Владимирович был в составе этого конфликта интересов. Две недели назад я узнаю, что Вадим Николаевич, мэр города Сургута, принимает на должность советника по безопасности Бабушкина Анатолия Владимировича. И вы говорите, у нас коррупции нет. Прокомментируйте, пожалуйста. Что за вопрос? У нас нет никакой коррупции. Правильно я вас понимаю. Вы хотите спросить Вадима Николаевича, почему он принял такое решение и одновременно заявляете о том, что это, на ваш взгляд, ошибочное решение. Пожалуйста, Вадим Николаевич. Да, действительно, я принял такое решение, потому что работая здесь в городе с органами ОВД, неоднократно сталкиваюсь с работой Владимира Анатольевича, считаю, что я выбирал человека, когда и принимал решение, руководствуясь только его профессиональными качествами и применение их в нас в муниципалитете. Мне этот человек нужен. То, о чем вы говорите, у меня не было, по Бабушкину, никаких, будем говорить, решений суда или других каких-то органов для того, чтобы я не сделал это решение. Я человека в муниципалитете не могу принять, пока я в это не убежусь. У меня этих документов нет. Я руководствуюсь только тем, как его, значит, я в вышли, и они есть в открытом доступе с работой надзором. Хорошо, спасибо. Успевайте. Какие ваши права? Прошу любить и жаловать. Я не виноват. После этого выключите, пожалуйста, в моем присутствии. Ясно или нет? Ваши документы, пожалуйста. Подождите минутку. На территории Российской Федерации. Подождите минутку. Вопросы я здесь задаю. Мне дано право задавать вопросы. Что я и делаю. Я разговариваю нормально. Хорошо любите жалобы. Успевайте. Какие ваши права? Да? За что вы говорите? Есть документы с собой? Берегите. Берегите, поставьте. Берусь. Пишите жалобы. Пишите жалобы. Сначала вы ответите. Понимаете? На каком основании вы жалобы собираетесь писать? На каком основании? Я еще раз повторяю. И что? Да, вижу, что особь женского пола. По внешним присутствиям встать и есть. Мои требования, законы. Еще раз говорю. Вы обязаны. Я вам не обязан номер закона в интернете читать. Нет, не обязаны. Не обязан. Вы обязаны знать. Я не виноват. Это не ваше дело, кому я гляд порвал. Не ваше. Вас-то какое это дело писать? Я не виноват. Мне жаль, что вы плохо считаете. В случае, значит, отказа применить физическую силу. То же самое к этому гражданину. Пожалуйста, доставить. Залобы измельную личность. Вы задерживаете. Отчитайте, значит, в комментариях. Будут оказывать сопротивление. Применяйте согласие закона. Кто, значит, в месте, коворот, который внешний по поршнему городу приклеит? Он по ориентировке подсодит. Я хочу, будет жена на кухне выполнять, понимаете? Почему они прошли сюда, не досмотрели на миг? Что у него в сумке? Что у него в дежуроке? Динамит у него там лежит. Он сейчас взорвет на всех. А мне еще до пенсии три года. Это обязанность, к сожалению. К сожалению, обязанность. Это не право. Я являюсь спецсубъектом. Ботаника, это так называется. Я не виноват. Браку, все игры и я, значит, по залогу. Я же все не ясно сказал. Вы что хотите, я не знаю, а? Вот говорите, не кричите. Заместитель начальника УДД, значит, по городу Сурбута. Полковный служб, бабушник Владимир Анатольевич. Я не виноват. Бабушник Владимир Анатольевич. ПОЗЕЛЬНИЕ ВИДАЛЬКО СУПЕКССЕЙСКИЙСКИЙСКえ не перес Garбачивайся. Субтитры сделал DimaTorzok